добрый день дорогие друзья ну так приступаем к третью скажем части по моделированию нашей защиты извините конечно что иногда скучно рассказываю бубню что-то можно конечно увести девушек на экран суматоху навести ну тогда вряд ли вы меня будете слушать и если некоторые профессионалы смотрят это видео то возможно скажу что я допускаю какие-то ошибки да но некоторые ошибки делаю сознательно чтобы показать как их исправлять и заодно показать и новые инструменты которые возможно не понадобятся в этом проекте скажем вчера я когда моделировал плечо видите тут небольшие углы получились я использовал полилинию полилиния это прямые отрезки логичнее было бы использовать кривая по контрольным точкам сейчас я покажу в чем разница вот выбираем кривую по контрольным точкам и начинаем строить нашу линию отключаем морта видите она гнется то есть она не делает углов она делает плавные линии кстати чтобы так перетаскивать в инструментах руку можно использовать и руку и увеличить на стекло тут все кнопки всегда работает сразу то есть можно увеличивать и тягать все в один момент и вот смотрите видите это плавная вроде бы кривая и и логичнее было бы использовать но я и не использовал по той причине чтобы показать инструмент скругления вот я оставлю вот этот экран для наглядности открытым и буду работать в перспективе чтобы было заметно что и дело тут есть такой инструмент скруглить скругление ребер мы вставляем скажем но здесь очень большой радиус в командной строке когда мы выбираем выберите для построения скругления можно вот здесь выбирать именно радиус к примеру 60 миллиметров окей вот и вот у нас вот здесь скажем ступенька мы клацаем на нее вот заметьте здесь какого плавное ребро и здесь ступень опять же сюда вот заметьте здесь плавный переход и здесь ступень то есть я скажем так сделал специальную ошибку чтобы показать этот инструмент и также на этой части можно повторить все это то есть вы видите да как она смягчается где у нас тут ребро вот оно как у нас более плавное идет смягчение с радиусом 60 миллиметров и все видите как все гладко и четко получается это один из способов когда мы что-то упускаем или что-то делаем не так исправлять скажем так свои ошибки ну приступим это так скажем вступление и небольшой и новый инструмент который я показал приступим именно к моделиру нашей защиты поговорим о наших попугаях так как защита очень дело тонкая в том смысле что надо многие аспекты просмотра и продумать примерно если мы сделаем плотную скажем расстояние пластика пол миллиметра во первых на ее возможно деформация нам будет трогать мотор во вторых если какая-то соринка попадет то ее может просто мотор может заклинить я думаю что расстояние от защиты до мотора оптимально будет два с половиной миллиметра примерно то есть мы создаем линии подсказки нам где что рисовать включаем орту чтобы прямо рисовать и вот так потом что мы делаем мы берем эту линию и перетягиваем на два с половиной миллиметра это примерно и будет где-то конец случая ну так дальше сама защита ну думаю что два с половиной миллиметра и самой защиты тоже нормально и не толк и не толсто и не тонко что мы делаем мы берем вот этот инструмент копируем и вставляем то есть у нас ставилась новая линия и мы перетягиваем два с половиной миллиметра дальше есть много способов построения этой защиты я скорее всего я покажу два-три чтобы разобрать и показать как можно больше инструментов как работать и до чего гибкая рина именно моделирование время отключаем мотор который нам мешает выбираем круг делаем привязку по центру подводим к краю центра краю круга он нас видите прицепился к центру как вчера отключаем привязку чтобы более плавно могли работать ну и подводим вот сюда где мы решили что у нас защита закончится 37 миллиметров можно чуть больше может чуть меньше ну где-то вот так то есть нам надо у нас защита будет вот отсюда до самого луча что мы делаем дальше мы в принципе мы выяснили что до самого луча прозрачных ключа и теперь эти линии можно убрать так как задача ясна включаем мотор обратно и теперь надо решить докуда будет эта защита до какого уровня но я думаю до вершины колокола замечательно можно чуть выше сделать но выше я бы не рекомендовал потому что мотору все-таки нужно цеплять охлаждение да и вряд ли выше попадет удар хотя удары на коптере всегда не в неожиданных местах бывают что мы теперь делаем нам надо привязаться к концу этой линии к этого круга мы выбираем конечную вот подводим и она прицепилась и теперь отключаем привязку и ведем 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 вот мы решили где-то до конца можно чуть больше потому что потом это можно сдвинуть и чуть чуть не доводим до луча вот так там где-то примерно 2 десятки будут этого с головы хватит теперь первый способ построения очень легкий но мало практики вы наберете с этим способом здесь есть такой инструмент кривые нет поверхности извините поверхность сдвигая с одной направляющей что она делает она сдвигает какой-то рельеф профиль то есть в нашем случае вот этот прямоугольник по вот этой направляющей поверхность сдвига с одной направляющей очень интересные инструменты сейчас посмотрим что он делает выберите направляющую направляющую у нас соответственно круг выберите кривые поперечных сечений вот так нажимаем и теперь нажимаем ввод он спрашивает какую сторону можно ставить так пока и вот он у нас делает защиту то есть мы видим что у нас нарисовал вот такую уже готовую практически защиту видите как все легко что у нас тут есть здесь у нас есть ну произвольно параллельно плоскости это относительно какой оси он будет рисовать так скажем не изменить поперечные сечения то есть он у нас будет рисовать именно четкую трубу такую скажем по прямоугольнику перестроить пересечение на десять контрольных точек то есть Рина сам выбирает 10 контрольных точек и по ним вот более плавно мягенькую такую если нам не нравится мы можем вбить сюда скажем ну 100 и сразу посмотрим что произойдет видите он нарисовал 100 точек выбрал и нарисовал именно тоже то же самое что не изменяет сечение мне понравилось вот это 15 но хотя то более красиво было по 10 и вот у нас такая защита то есть эти как просто мы нарисовали профиль по кругу это уже готовый бампер для мотора и ничего тут такого сложного нету далее мы нам нужно покрепить а что-то думал 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 париться не буду закреплю скорее всего это на винты и быстро и воскресенье близко полетать хочется теперь что мы делаем мы выбираем эту кривую нам надо сделать дно это кривая то есть как раз диаметр той направляющей что мы выбрали если мы помним и теперь мы смотрим видите у нас здесь полукруг вот этот полукруг надо подогнать потому что я сейчас буду выдавливать цилиндр и чтобы не получилось вот этой части в которой может мусор или грязь западать западать то есть вот я выбрал кривую как мы помним операция с телами и инструмент выдавить замкнутую кривую я думаю полтора миллиметра крепление вот с головой не оторвет не вырвет полтора миллиметра достаточно много то есть мы видим видите у нас получается этого вот эти моменты обязательно всегда смотреть надо крутить вертеть модели потому что уже почему это я обращаю внимание потому что скажем сюда может забиваться грязь она никому не нужна и нам нужно примерно вот до этого момента где ровная стенка что мы делаем мы берем просто со включенным орта перетягиваем вниз вот так ну отлично можно конечно вот сюда выше подтянуть что мы сделаем сейчас вот здесь есть такой инструмент масштабирование у нас и тут есть масштаб 3d то есть она вся пухнет 2d в двух плоскостях и 1d мы набираем окей выбираем начальную точку откуда мы будем тянуть и куда мы будем тянуть и вот мы и немножко подняли вот так скажем теперь операция с телами возвращаемся сюда давайте уберем мотор чтобы он нам не мешал и я объясню можно и лучше брать объединить объединить вот эти две фигуры очень легко вот здесь есть логическое объединение то есть мы нажимаем на первую на вторую нажимаем вот и все это у нас один блок но объединять никогда не торопитесь почему потому что надо закончить именно работу с объектом шаг назад сделал что я имею ввиду ведь у нас случай нам жена как-то подумать чтобы эту защиту одеть то есть вот здесь нужно прорезь теперь я специально стер вчера кривую кривую по которым мы рисовали лучше чтобы просто объяснить как из поверхности взять кривую это все очень полезные инструменты давайте создадим новый слой и перенесем вот это держим кнопку верхней клавиатуре выбираем два объекта переименовываем слой скажем защита назвал так назвал главное чтобы нам понятно было изменить слой выбраны и убираем вот эта кривая нам уже вряд ли понадобится можно и удалить вот эта кривая еще нужно теперь я вчера кайсипон интересовал вот эту кривую и стер ее сделай это сознательно чтобы показать вам как из тела выдавить кривые то есть если вы когда-то рисуете у вас набрались какие-то детали туда-сюда его кривую просто потеряли из чего рисовали вот здесь есть кривая в этом меню кривая из объектов и тут есть дублировать границы грани дублировать границу объекта ну выберем вот это видите она выделяет сразу все что она будет дублировать то есть и вот эти отверстия и вот я нажал ok вот нажал и у нас теперь есть вот эта кривая она вся ведь отверстие внутренняя кривая теперь скажем так если я сделаю нам эту защиту уж надо здесь скажем нам надо все это выбрать убрать эту часть и если я сделаю плотно плотно это не есть хорошо надо хотя бы оставить по полмиллиметра чтоб какой-то запас игры был когда мы ее одеваем опять же переходим замечательный инструмент кривая давайте сверху что понятно сразу было опять идем в кривые и тут есть инструмент подобие отступ от кривой мы нажимаем и вот видите он сейчас нарисует кривую с отступом которая указана вот здесь в меню в командной строке то есть я решил что у меня по полмиллиметра с каждой стороны достаточно у меня сейчас стоит 1.5 то есть это 7075 будет мы вводим 1 нажимаем ok и у нас по полмиллиметра нажимаем ok правой кнопкой мыши и вот у нас вторая кривая уже с отступом теперь возвращаемся к вчерашним булевым операциям выбираем открываем нашу защиту кривую переносим вверх кривая то есть она до сих пор выбрана мы можем к ней подвести можем где-нибудь с краю переносим вверх обратите внимание что кривые должны быть которыми мы проводим булевые операции режем они всегда должны быть закрыты открытые они не не режут можно только отсечь или разделить объект и теперь мы делаем вот так создать отверстие то же самое ведем сюда ведем вниз опа видите какой у нас защит получился то есть по форме луча у нас получается вот такая защита дальше вот это можно стереть потому что я бы порекомендовал 4 винта и немного продлить вот эту штуку днище мы его сейчас сотрем теперь опять же я специально кривую поднял вверх чтобы показать как выравнивать объекты объекты выравниваются очень легко сейчас я уберу защиту уберу плечо вот эта кривая нам она у нас на пол миллиметра больше мы ее и выберем вот эту можно не нужно то есть если я сейчас захочу объединить вот эти то есть если я сейчас вырежу скажем как мы вчера вырезали этот круг и для луча круг когда мы рисовали в самом начале мы соединяли вот эти кривые можно соединить но она их соединит именно вот в этой плоскости то есть она вот линии нарисует снизу вверх и нам эти две кривые и надо расположить в одной плоскости по Z мы выбираем стрелка вверх обе кривые переходим на вид спереди идем вот в эти инструменты и вот тут есть выровнять вверх и вот видите она расположила все в одну плоскость мы подводим сюда чпок и теперь смотрим что у нас эти две кривые в одной плоскости и вот теперь что я хотел сделать я хотел сделать дно которое будет уходить на защиту немного вниз чтоб или стяжку накинуть или или чтоб сам луч защитить или просто для эстетики не знаю почему то мне показалось что так будет лучше ну и заодно вам показать по новой использовать инструмент обрезку то есть нам надо вот эту поставить а вот эта внутренняя часть нам не нужна мы нажимаем ОК выбрали объект которым будем сечь объекты удаляем вот этот теперь повторяем команду правой кнопкой мыши выбираем этот и удаляем это ОК теперь переходим к лучу луч включаем до этого уровня тянуть не стоит я думаю эту защиту я думаю хотя бы вот отсюда он нормально будет и стяжками закрепить и что то я мне подсказываю что надо было использовать ту кривую которую я удалил ну давайте так и сделаем заодно будет новая заодно подсказал как выравнивать объекты ну а теперь нажимаем просто вернуть назад Ctrl Z как всегда до того момента как появится эта кривая почему я думаю эту лучше использовать ну во первых вот эта штука днище она не будет выступать и не будет ни за что цепляться в коптерах очень важно чтобы ничего ни за что не цеплялось то есть мы будем работать с этой защитой ну так как она уже у нас нарисована в той плоскости можно сразу обрезать и дело так обрезать нажимаем так же эту кривую нажимаем вот правой кнопкой мыши удаляем повторяем последнюю операцию правой кнопкой мыши нажимаем вот эту кривую удаляем теперь включаем вот теперь у нас замечательно получилось донышко так я думаю что вот до этого уровня хватит хотя бы миллиметра 4-5 мы рисуем новую линию ну или чтобы стяжку поставить это у нас получается раз два три четыре примерно вот так 4 миллиметра хватит с головой удаляем луч чтоб он не мешал и обрезаем все вот это вот этой линии ну обрезку вы закрепите думаю основательно сколько раз я тут режу выбираем эту линию нажимаем ввод правой кнопкой мыши обрезаем теперь выбираем последнюю операцию обрезать выбираем вот эти две линии чтоб обрезать концы нажимаем ввод и обрезаем вот это теперь соединяем все это вместе инструмент соединить клац 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 а видите вот он говорит я нарисовал что у нас происходит что я хотел он нарисовал прямую плоскую прямую так как я их переместил выравнивание по низу и подводим оп и у нас они все в одной плоскости теперь как они у нас выделены нажимаем на инструмент соединить и у нас это получилось одна кривая видите дальше включаем нашу защиту включаем наш луч включаем мотор можно включить не включить выделяем кривую то есть мы помним для чего мы опустили этот чтобы убрать вот часть вот этого где может застревать грязь перетаскиваем кривую к начале луча вот так и теперь выдавливаем поверхность вот этим инструментом выдавливаем поверхность 1.4 и это 53 как раз усадка пластика 1.5 будет и что мы а теперь можно это все соединить логическое объединение нажимаем на эту поверхность на эту edgebox у нас это одна поверхность но эти как все просто защита готова ну пробурим сразу отверстия я их специально не убирал вот они отверстия под крепление так полевая операция создание отверстия вот они отверстия здесь можно будет стяжку кинуть ну вот если мы выводим плечо на плечо мы смотрим что у нас здесь есть расстояние от клеток ну одна клетка можно так же я покажу еще один инструмент расстояние ну это линейка вот 0.97 то есть чтобы усилить эту стенку именно привязку потому что кто печатает он знает что вот эти моменты они очень слабенькие и мы что мы делаем мы просто выбираем инструмент скругления ребер у нас 0.97 там свободно делаем 0.8 ок выбираем вот эту фаску для скругления и вводим ок и вроде бы вот так уже получше можно можно здесь конечно не отсвести но это пока вам не надо ок мне нравится потом чтобы здесь плавно перейти когда он печатает можно вот эти все фаски тоже поскруглять нажимаем скругление ребер следующий диаметр только поменьше поставить 0.5 скажем и выбираем вот эти все фаски отверстия ок то есть ну вы поняли когда печатает если он поднимается более плавно слои прилипания слоев более четкие это мне так показалось из практики можно это скруглить ну и я думаю не надо потому что потому что не надо так у нас в дне нет отверстия этого под 10 миллиметров это где центр вала мы опять же берем где у нас создать отверстие то здесь все для коптеров применяются примерно одни и те же инструменты создать отверстие фаска вытянуть повторение отступ от кривой здесь инструментов очень мало именно для коптера для нас коптерщиков все очень легко и доступно и просто ну я не знаю я думаю это достойная защита вы сами видели если бы я вам не объяснял у меня бы заняло минут 15 делать а может быть и меньше потому что я запилил ролик это два по тридцать минут я большую часть разговаривать чем делаю причем я не учитель повторю но мне мне легко тяжелее слова подобрать чем рисовать чем моделить поэтому вот так я думаю на сегодня достаточно завтра я скорее всего сделаю ролик если время позволит потому что там намечается небольшая работа я постараюсь запилить ролик как бы сделать по-другому именно выдавливать эти линии полилинии второй вариант которому я более склоняюсь сделать бортик здесь чтобы у нас защита именно садилась плотно на луч потому что здесь у нас немножко сейчас пространство есть но я его убрал вот этим скруглением это можно сделать все плотненько в луч опять же еще один небольшой совет когда мы луч спроектировали и мы его переводим в файл Excel экспортируем и делаем печать ну примерно миллиметр чтобы он напечатал потом если вам нужна точность убедиться что то что вы нарисовали с моделью и вот это совпадает с учетом усадки пластика с учетом там не знаю землетрясений и тому подобное что у вас все получилось печатаем просто вот этот луч там не знаю в полмиллиметра чтобы материала много не расходовать прикладываем и сверяемся опять же моделирование это такая вещь бывает бывает и что делаешь 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 потом бах напечатал а там засада что-то ты не углядел что-то не получилось к примеру если я сейчас прикручу я у меня есть сомнения что вот эта часть будет отгибаться очень легко но опять же на ней на суда никакой нагрузки нет кроме как турбуленции внутри ветер будет гулять между стенками и мотором свою работу будет выполнять я повторяюсь я почему решил сделать доступ 2,5 миллиметра потому что материала должна быть именно у бампера должен быть какой-то ход если бы мы сделали плотнее он бы просто передал удар знаете игрушка с шариками по одному бьешь последний падает по урокам физики последний улетает то есть у нас удар передается просто тупо отсюда то есть этот материал он как-то должен среагировать если делать более основательную защиту то мы сильно утяжелим коптер поэтому это скажем так защита от дурака от мелких ударов от царапин от веток но она не спасет конечно если мы на скорости 100 км в час улетим в булыжник мы сломаем не только мотор но и лучи ну я думаю на сегодня хватит и подведем итоги что мы сегодня узнали как выравнивать объекты это очень важно то есть вот этим инструментом выравнивание объектов как работать как работать выдавливать объекты по направляющим с профилем то есть по кругу если вы помните мы выдавили там очень много-много там есть некоторые моменты с которыми можете поиграться если вам эта форма не нравится то есть это мог быть не только прямоугольник я мог какую-нибудь красивую фигуру нарисовать там с розочками и выдавить ее по профилю то есть я мог нарисовать вот эту фигуру я мог сам нарисовать то есть если я хочу вот здесь усилить я могу здесь круг добавить и выдавить потом соединить это все вы должны играться чтобы понять что с ней я вам показываю остальные инструменты соединить сыграть по профилю построить там кривые все остальное это оно приходит с опытом все это не показать эта программа очень обширна я смотрел когда-то уроки их более не знаю около 50 часов 100 часов надо посмотреть чтобы эту всю программу все изучить тут очень много функций это я все использую но я использую не здесь ну и здесь тоже пользуюсь я стараюсь показать вам как намного проще когда моделью для плотницких дел для рельефов 3D чтобы вырезать панель еще что-то там немножко по-другому но я работаю в другой программе в the brush и с планшетом здесь я подготавливаю просто булванки на чем я рисую ну суть такая вот так можно конечно по кругу сделать отверстие круглых для круглых отверстий поддержки не нужны по кругу сделать и улегчить облегчить ее но опять же круглые отверстия не будут забиваться грязь потом это вычищает лучше так пару грамм тяжелее но зато мороки никакой извините за такой отступ небольшой длинный но как-то вот так встретимся в ближайшем ролике я построю эту же защиту но уже немного по-другому по изощрению спасибо всем удачи пока